Да. Такое историческое творение, возможно, должно было написано. «Блеснились мне с гидарами ребятами. Сидел я с ними вместе за дра и искрами, Носились вверх куда-то, Вместе с нами пела мошкара, Стоял в кустах вина, Большой бочонок, И мы за встречу выпили чуть-чуть, Вдруг кто-то мог. Классно, без девчонок. Без них мы обойдёмся как-нибудь. А вот скажи, спросил я у соседа, Ты почему без девочки большой? И началась тогда у нас беседа. Заживутся цены, И за слабый полк. Андрею вон, я девушку, слушай, ты верю? Как камень драгоцерна перекрут. А вдруг она назад заболит? Простынет вдруг ещё на берегу. Ну ты даёшься, дружно доспиялись. Не дай Бог оказаться вам в беде. Мы за девчонок наших не боялись. С собой прорыв. Всюду и везде. Они за нами и в дожди, и в юге шагали Средизоком на перевес. И их не брали разные не группы. Друзьями были нам река и лес. Мояли нас и горы, и долины. И несмотря на общий дефицит, Душонку доставали в магазинах, Палатки брали в польский кредит, И шли пешком навстречу дному ветру, Осваивали новые места, И не страшны нам были километры, И не пугали даль и высота. Когда джинсы на лёгой стороне интересны, И каждый из похода приносил Ракушку, корень, камень, Или песню, или коллекцию, И памяти храним. То лучший город, бывает только горы. Как здорово, что всем он попарит, Что-то грубое ты проверишь Очень скоро, когда он робко ступит на карниз, Под наши скорые воспоминаниях Лернув ещё вина, и внук сосед. А в небе уж завореживался ямин, И радостно встречали на рассвет. И поздравляли с новым днём друг друга, И хлопали друг дружку по спине, В то утро поднимался, сидя с надругой. Так не хотелось просыпаться. Вот то, что сейчас Константин рассказывал, Это как раз практически вся моя жизнь До определённого возраста. Сейчас-то мне рюкзак спереди ношу. Понимаете? Вот так. Из детства. У каждого своя река. Кому-то нравится ока, Кому-то дорог и не сей. А мне, не верите? Ей-ей, и мать, и бабушка, и тётка, Родная речка, черепётка. Рыбалка, поплавок, пескарь. Какое время было встали? Известно, раньше ж было лучше. Да вот себе, представьте случай. Бывало, выбежишь с утра Из бабушкиного двора, А речка вот она, видна от дома, Та же из окна. Казалось бы, какие дали, И не такое мы видали, Сто метров, это не поход. А я бегу, земля поёт, Звенит под босыми ногами, И я уже не вместе с вами, а далеко. На край земли меня на крыльях унесли Две бабочки, порхая рядом, И кошка провожает взглядом. За это будет день награда, Два пескаря, а то плотва. О чём я? Правду голова с годами память растеряла, А речка в солнышком играла, Слепила детские глаза, И через речку стрекоза летела, Чуть наискосок сесть на равян поплавок. Но в это время дёрг, поклёвка, Лети, тут нету остановки, К другому берегу гружась. Рывок, подсечка, сорвалась. К обеду жжёт и нос и плечи, И эта речка мне залечит. Нырнёшь в прохладную струю, И чувствуешь, как боль твоя уносит К низу по течению, И наступает облегчение. И снова к уночке пора, И так до вечера с утра, А дома у калитки ждёт, Не помню, кошка или кот. Скликает бабушка цыплят, По ним скользит кошачий взгляд, Ну я уж, вот он у калитки. О, болтается на нитке награды, Скажем, в рифму кошки Две не солидные рыбёшки. А телевидео беде тогда ж не ведали нигде. Обычный ужин, щи, картошка И гоголь в порванной обложке. Да, вии я читал не раз, Не раз дрожал в полночный час. Но голос бабушки, Внучок, давно пора б на бочок И свет гасить, ведь спать пора. Мне завтра на покос с утра. Ой, сколько было детских слёз, Меня не брали на покос. Проснёшься утром в доме тихо, На тумочке у койки книга, Подмарли завтрак на столе, Комбот с двух яиц омлет. В зелёных липах На дворе гудит пчелиный трансформатор. Галдят под окнами цыплята. Пригрелась кошка на ведре, Ведро пригрелось на соборе, Но всю картинку застит горе. Ах тактилин? АakThat.